И так, что толкает детей на непослушание? Во-первых, недостаток твёрдости. Боязнь потеряет любовь. Нам легче, конечно, с ребёнком сюси-пуси, да, исключительно восхищаться, исключительно вот нежность и показывать свою родительскую такую вот... Вдруг он о нас обидится и больше разговаривать с нами не будет, как с папой, как с мамой. Что тогда делать? Вот мы в таком случае, знаете, всё время говорим, вот восхищаются и ласкают, и нежность, исключительно нежность проявляют к щенкам. Вот если родители к своим детям относятся так, ой, посмотрите, ой, вот знаете, сплошной восторг и сплошное умиление, надо просто помнить, вообще-то дети, это не щенки и даже не котята. Даже когда они дети, это уже личности. И нам уже с самого начала нужно помнить, что умиление вот само по себе, оно не должно занимать 100% вообще нашего родительского внимания. Просто умиляться детьми, это недопустимо вообще. Второе... Ну, всты и обещания, которые дают родители, также провоцируют детей на непослушание. Ну, например, обещали, что все в субботу пойдём в зоопарк, но вот в четверг он получил двойку, всё, в зоопарк не идёшь. А при чём здесь двойка и зоопарк? Как не может понять связь. Накажи его за двойку, за разбитую чашку, а в зоопарк идите. Раз ты пообещал. То есть, понимаете, то есть часто вот эти вот вещи тоже путаются. Дальше. Попустительство в приобретании детьми навыков повиновения. То есть... Ну, вот эти вот размытые границы. Вот тебе этот сериал смотреть нельзя, он плохо влияет на твою психику. Но тут пришли гости. Ладно, слушай, сегодня смотри, только не мешайся под ногами. То есть вообще нельзя? Сегодня можно. А сегодня можно. И ребёнок слышит, ну, гости, получается, важнее меня, потому что вообще этот сериал на меня плохо влияет. Но когда приходят гости, можно. То есть гости важнее. То есть всё, границы размыты. Дальше. Пустые угрозы. Вот как раз момент, когда ребёнок плачет ещё до того, как мы приступили к наказанию. Мы уже видим, он раскаивается. Но если мы сказали, что мы накажем хотя бы один раз, но наказать надо. То есть он должен знать, что проступок всегда за собой влечёт наказание. И никакие слёзы не могут маму разжалобить. Если это нельзя, то это нельзя. И это всегда должно быть непослушанием. Должно оно наказанием быть после этого. Особенно если уже сказал, что это будет наказано. А вот, допустим, если ребёнку сказал, так, тебе вот за этот проступок, допустим, 5 горячих, да? Ну. Да, ребёнок раскаивается, видишь, что он... Ну, не обязательно горячие. Не, ну так, я... Образ, главное. Я применю. И видишь, что ребёнок раскаивается, всё. И когда начинаешь наказывать, допустим, да, ты горячих, я сказал, но... Я на этом остановился сказал, но за то, что вот ты, я всё-таки вижу, что ты раскаиваешься, я иду тебе, то есть... Да, конечно. На встречу я тебе вот два горячих, я тебе снимаю. А можно даже заранее сказать. Вот, знаешь, я вижу, что ты раскаиваешься, вот я знаю, что заслужил 5, и ты это знаешь. То есть это не является попустимым? Да нет, конечно. Но с другой стороны, обычно 5, это когда, представляете, в один день нужно 5 раз совершить один и тот же проступок. То есть, например... Ну, это смотря по какой шкале кто-то наказал. Вот я говорю, по нашей шкале это выходит так. То есть, за первый раз мы наказываем один раз, за второй раз это плюс один, с каждой последующей плюс один. За второй раз два раза? Да. Да, за второй раз два. За третий раз три, за четвёртый четыре. Представляете, он в день 5 раз должен что-то одно и то же совершить. Ну, интересно, что это было всего один раз относительно газа. Это очень сложно представить. Тогда ему было 9 месяцев. Представляете? И то три раза ему хватило, чтобы он понял. Нет, ну, театрю, я у меня потом 5. Вот. Но дело в том, что он испытывал, да, и мама упала. То есть, он проверял, а у нас одинаковые требования. Представляете, в 9 месяцев наш ребёнок единственный раз вообще в своей жизни получил 5 ударов. Всё остальное время у него как-то больше двух, и он всё понимал. И то, я считаю, раз он перед ней так вот выпендривался, и 5 раз она пришлось наказывать. Значит, первые четыре были условные. Да. Потому что он не почувствовал наказание. То есть, получается, с детства забитая ребёнка. Ой, знаете, да. Как у нас однажды что-то наши дети старшие. Шёл вопрос о наказании. Да, и они говорят, там, одной мамочке, ну, её ребёнку отвратительно просто себя вообще ведёт в церкви, и всем хамит, и маме в том числе, и папе. Ну, совершенно неуправляемый. И вот мы стояли и говорили о наказании, что нужно её воспитывать. И наша дочь говорит, а вы вообще вот его наказываете? Она говорит, ну, конечно, я его шлёпаю по попке. Ну, он говорит, ты видишь, как он бросается на пол и бьётся головой. Ну, это на самом деле ребёнок такой неуправляемый. А Настя говорит, да мы не об этом говорим, мы говорим вообще о нормальном физическом наказании. И тут, значит, мамочка говорит, я не хочу, чтобы он был забитый и, как это, не вас... Ограниченный. Ограниченный личностью, типа, вот как она так сказала. И тут Настя с Олей говорит, да, наверное, самые забитые, самые ограниченные, это мы с Олей, судя по вашей градации. Но она так вот посмотрела и говорит, ну, вообще, о вас селепаху вообще отдельный разговор. Вот. Ну, потому что, как вот, знаешь, видите, никто никогда забитыми, ограниченными вообще ни назвать не может. Никто никогда. Даже ни в институте, ни в школе, ни в церкви. Вот. Понимаете, то есть вот эти вещи, как бы, это пустительство родительское, если ребенок себя так ведет. Угу. Когда, значит, Мастер-шестин пошел в садик, первый день, он оттуда приходит, и, значит, вот перенял привычку, а в полбиться. Раньше этого не было, когда я увидел, кто-то там это делал. Вот он пьется головой в пол, и я просто подошла его и постельнее подтолкнула под этот пол. Все, он уже пристал. Неужели. Да, он, значит, в такой степени сильный, что ему не больно. Ну, посмотрел, как он реагирует. Да, просто все. Кстати, вот насчет биться головой в пол и про детский садик. Однажды у нас одна мама спросила, ну вот, надо ли наказывать ребенка за слово, то он из садика принес слово дурак. Я ему говорю, плохое это слово. Он не понимает, что это плохое слово. Ну, просто все так говорят, и он говорит. Он же не понимает, что это плохое слово. Я говорю, подождите, вы его наказываете не за то, что он не понимает это слово. Вы ему запретили слово это произносить, а он его произносит. Все, вот за это он должен... Вот вы запретите ему слово стол произносить, и он должен молчать об этом. Ну, тогда и вы не произносите это слово. Ну, тогда и вы не произносите. То есть вы его заказываете не за это слово, а за то, что он нарушает запрет. Понимаете? Все очень просто. Итак, следующее. Дисциплинирование в эмоциях. Мы уже в этом говорили, что важно дисциплинировать не потому, что меня разозлили, а во благо нашему ребенку. Однажды просто женщина одна говорит, вот у меня девочка, вот она крадет, моя дочка, вот я 11 лет, она у меня крадет цепочки, она у меня крадет золотые вещи. Она крадет деньги, я ее наказываю, луплю ей, в общем, все, я уже хотел в холодильник купить эти деньги, она там стащила, хотела там то. В общем, дома вор. Я ей задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы, вот вас в этой ситуации что? Больше всего расстраивает. Вас расстраивает то, что вот у вас дома вора, вы не можете приобрести какие-то вещи, да? Или вас расстраивает то, что ваша девочка практически не имеет будущего, если сейчас вы не остановите в ней этот порог? То есть вам жалко этих вещей, которые она украла? Или вам жаль свою дочь? Или вам жаль свою дочь, которая растет в таком неподобающем поведении? И вы знаете, ну мне очень понравилось, что женщина, знаете, она подумала, я ей сказала честно, вообще вы правы, все-таки я, наверное, больше переживаю из-за украденных золотых цепочек. А дети это чувствуют. То есть украденная цепочка, это практически получилось, ну будем так говорить, как вот соперница маме. Или у мамы, да, вот, то есть дочка и цепочка. Вот кого больше любит мама? Оказывается, цепочку. Все. То есть бесполезно в этой ситуации дисциплинировать. Это дисциплинирование в эмоциях, исходя из моих собственных личных эгоистичных побуждений. Это дисциплинирование не будет работать, это можем сказать на 100%. Ну и последнее, что провоцирует детей на непослушание, это наш личный пример, безответственный пример непослушания. Когда, например, мы говорим своему ребенку, звонит телефон, и мы говорим, если это меня, скажи, что я уже ушел. Что мы говорим ребенку? Соври. Или ребенок знает. Нормально. Ребенок знает. Если ты врешь, это нормально. Или ребенок знает, например, что вот ждем очень важных гостей, нужно подготовиться, и мама пошла к знакомому врачу, везла больничный лист. Ну на два дня, подумаешь, там что особенного. Ребенок в курсе, то есть все, значит, можно обманывать, и вот на уровне государственных структур, да. То есть практически... От нас на наши дети такой урок преподали. Мы поднимались, когда вот жили на Эльбрусе, поднимались туда на Седловину, и там первые метры подъема идут на канатной дороге. И было как раз время перестройки, там цены плавали, и чтобы, значит, меня не обманули, я сначала узнал цену, а потом утром рано мы подходим к этой канатке, и я спрашиваю, значит, собираюсь заплатить, а мне называют цену ровно в два раза больше, чем стоит. Я говорю, нет, я цену знаю. Вы меня не обманете, я узнаю, что это там стоит нам 60 рублей. Вот я, значит, готов заплатить туда и обратно каждый этап по 60 рублей, вот я вам плачу, и мы едем. Нет, вы никуда не поедете, потому что с сегодняшнего дня это стоит 120. Я говорю, покажите бумагу. Ну у нас бумаги нет, но вот мы начали... Хотите, ждите 11 часов, когда придет нас менеджер. Да, наш директор придет, и тогда... А время полседьмого утра. Ну и там народ снапливается, и ждать тоже смысла нет, потому что время теряется. А народ готов платить 120 рублей, если бы только спустили. Я говорю, ладно, тогда давайте сделаем так, я поеду в одну сторону, а там я уже разберусь. И этот, который на канадской, говорит, все, договорили, значит, езжу в одну сторону. Я знаю, что там билет не проверяют. И он знает, что там билет не проверяет. Он просто почему как пошел на это, чтобы тех людей не спугнуть. То есть, чтобы куш все-таки сорвать хотя бы с остальных. Он говорит, езжайте в одну сторону, все, а там билет никто не проверяет. И там нет касс. И там даже касс-то нет. И вот я говорю, хорошо, все, едем в одну сторону, вот тебе деньги. Мы сели, поехали, значит, поднимались туда на седловину, были там, отдыхали какое-то время. Спускаемся уже обратно, уже время к ужину. Я говорю, так, девчонки, давайте быстрее, садитесь на канадку, нам надо успеть к ужину. Время идет. У меня тогда через столик говорят, пап, а ты же сказал, что мы едем только в одну сторону. Заплатил только в одну сторону на канадке. Я говорю, девчонки, это он хотел нас обмануть. Я-то цену знаю, я-то платил в оба конца. Они говорят, да, пап, ты платил в оба конца, но ты с ним согласился, что это билет только в одну сторону. А обратно ты идешь пешком. То, что он обманул, не дает тебе права обманывать его. Я так подумал, великолепно, чонки, пошлите пешком. Как это здорово, что такие у меня честные выросли. И нам предстояло еще шесть часов пешего хода, мы пришли только к завтраку. Ну, пораньше, чем завтрак, на ужин мы точно опоздали, и поспать, на общем-то, не удалось практически в ту ночь. И причем мы шли весело. Потому что если я шел и говорил, ну вот, вырастили на свою голову, значит, вот какие честные, да куда это годится. Это было плохим примером, правда? А мы шли и пели псалмы, и песни, ну как здорово, какая у нас замечательная семья. И нас воспитывают, это вообще здорово, что... А на сердце, как бы, ну... Ну, было стыдно немножко. Сначала было тяжело, а потом, когда вот уже расперлись, так... К утру тяжело было. Да, дом показался из домов, да? Да, да. На следующей странице вы видите, там какие идут координаты, но это уже как бы старые координаты, это прошлые, так сказать, наши координаты. Поэтому если вот у вас будет желание как-то с нами связаться, задать вопросы, или может каких-то идей возникнут новые, вот им на доске написали наш электронный адрес. В общем-то, этот адрес сможете где-то записать себе, и, в общем-то, мы будем рады с вами так держать последствия контакта. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok